добрый день мои дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале о рукоделии с верочкой татариновой сегодня немножечко необычный влог может быть будет крик моей души может быть кого-то мой ролик порадует может быть кого-то позлит не знаю но просто я уже это не спонтанно долго уже думала размышляла и и все-таки я решила наверное закрывать свой канал ну почему я могу вам объяснить дело в том что четыре года назад когда я еще совсем не знала что такое youtube как на нем работать вот я только начинала свою деятельность на канале вот не знала какой контент использовать потому что я рукодельница во всех направлениях youtube мне очень нравился и и я всегда находила там что-то такое от чего мне хотелось что-то делать создавать вот пробовать самой учиться многому вот и наступил такой момент когда я все-таки решила создать свой канал а почему я не могу создать свой канал и поделиться своим опытом но в первую в первую очередь мною двигало то что я хотела общение я очень такой общительный человек и мне необходимо было общение обратная связь вот обмениваться различным опытом в творчестве в жизни найти себе на канале друзей знакомых общаться тесно может быть кто-то со мной по возрасту да кто-то по духу кто-то по рукоделию то есть вот в такую цель я тогда преследовала тогда я еще работала вот тогда еще работала а финансовых возможностях я даже тогда и не задумывалась вот ну как бы все меня устраивало хотелось просто больше круг общение и все но затем я показывал сначала в своих роликах делала прямые эфиры училась рассказывала себе показывала свои работы многие восхищали ставили лайки писали хороший добрый комментарий спасибо за это огромное мне это очень приятно меня это как бы поддерживал меня это вдохновляло и я постепенно ступенька по ступеньку вверх поднималась и в своем творчестве и уже начала не только вязать по чужим мастер-классам да ну уже что-то пытаться создавать свое свое авторское прям писала авторская работа прямо это так потому что я сидела пыхтела там сопела злилась может быть там еще что то чтобы создать вот один мастер-класс по какой-нибудь игрушечки вот записывала в тетрадях черкала перечеркивала развязывала перевязывала ну что-то пыталась создавать первые игрушечки мои может быть были несуразные как сейчас помню зайчик маленький я связала синенького зайчика и по его подобию уже создавала мастер-класс в ю тубе розового зайчика девочку вот и потом дальше больше мне уже хотелось создавать не только там зайчиков мишек и прочих игрушек хотелось уже брать за серьезную работу вязать кукол и вы знаете меня так это вдохновило так это прям вот я ушла вся просто вся растворилась в этих и куколках и мне так нравилось это нравилось еще от того что меня поддерживают мне кто-то даже присылал мне подарки посылки меня это взбадривал в любой значит мой труд он кому-то нужен кто-то мне ценит мой труд мое время ведь вязала я тогда в ночное время понимаете у меня не был я еще не была на пенсии вот и и у меня время оставалось только ночью когда я все дела домашние переделаю когда я уложу всех спать и тогда уже начинается мое время с 10 часов вечера часов до двух до трех ночи я всегда сидела вязала создавала и выпускала ролики это все не так просто понимаете это не так просто взял мастер-класс и связал игрушку нет прежде чем связать эту игрушечку мне мне нужно создать ее следовательно надо исписать много листочков бумаги испортить много пряжи в каком плане испортить то есть вязать перевязывать развязывается где-то шире где-то уже вот и все это доделывать как вывязать эту коленочку которая не давалась мне много теперь я могу ее запросто связать там локти и так далее то есть делать уже более фактурные игрушечки они просто такие бомбежки такие маленькие вот и мне хотелось чтобы мои игрушки не были похожи потому что а то сейчас будут говорить заявлять свои авторские права вот другие допустим до вязальщицы не хотелось создать ее совсем немножко другую совсем вот у меня мой мои игрушки они всегда создавались большими до большие игрушки большие куклы вот и к чему все это говорю а к тому что раньше вот когда я начинала до свою деятельность на ютубе была какая-то поддержка была как-то обратная связь я прям чувствую тесную такую связь которая меня помогала которая меня вдохновляла которая меня поддерживала и развивала мой канал и вот уже прошло четыре года в общей сложности четыре года и мои игрушечки уже не похожи на те игрушечки которые я когда-то создавала вот они уже более такие серьезные более фактурные мне уже они самой нравится вот вижу что нравится и вам вы ставите лайки очень спасибо вам огромное некоторые пишут хорошие добрые комментарии в мой адрес в адрес моего рукоделия спасибо огромное это прям вот единственное наверное то что сейчас теплится да такой вот там костер затухает и вот уголек еще там вот теплится да вот это вот и есть для меня сейчас вот это вот а почему почему я решила все-таки уйти с ютуба потому что и вроде бы сделали серьезную работу вот допустим у меня сейчас летом были какие-то другие дела огороды до огороды все вот эти колхозные дела вот и на вязание конечно у меня вообще практически не оставалось времени и вот я значит на протяжении всего лета можно так сказать от вязания отдыхала вот и я решила сделать создать прям на одном вдохновении я создала вот эту розочку куклу розочку я еще тогда не знала какая она будет и как ее назвать но в результате все таки она у меня получилось и получилось она мне очень я считаю что мне она очень получилось хорошее я так считаю как считаете вы у каждого свое мнение вот и каждое мнение я уважаю несмотря на то что положительное или отрицательное Я ваше мнение уважаю. Но мне, лично мне, она очень нравится. И я считаю, что эта куколка достойная. И я решила ее сделать бесплатным мастер-классом. Хотя мне многие даже блогеры говорили, знакомые говорили, что совсем с ума сошла, что ли? Почему ты ее бесплатно делаешь? Почему ты не оплачиваешь свой труд? У тебя столько ушло времени на нее. Ночи, дни. Это твое личное время. И почему оно не оплачивается. Но я как-то подумала, ну ладно, пока лето прошло. Может быть, люди заинтересовать. Во-первых, у меня как-то, пока я летом ничего не вязала, ничего не выкладывала. У меня приостановилась подписка. То есть люди не подписываются. На мой канал заходит редко. Кому что интересно, смотрят мои старые ролики. И поэтому мне хотелось пойти к вам на встречу, сделать достойный, бесплатный мастер-класс по розочке. Сделать два комплекта одежды на нее. Мне хотелось, чтобы это была куколка в разных образах. То есть она, с одной стороны, такая розочка, такой прям тортик, платьица воздушная, такая красивая. А с другой стороны, такая озорная, в джинсовом костюмчике, в комбинезончике, в кепочке, в кроссовочках. То есть она такая, с одной стороны, милашечка, с другой стороны, такая вот у меня она озорная получилась. И вот я сделала их два образа. И сделала вам бесплатные мастер-классы по этим всем одежкам, по самой куколке. Вот. И надеялась, говорю, ладно, говорю, пусть она будет бесплатный мастер-класс. Я просто разыграю в розыгрыше эту куколку. Вот. И эта куколка, ну, как бы окупится. Все мои старания, мои труды, говорю, как раз окупится, говорю. Сделала 50 номерочков на нее. 5 тысяч. Это не такие большие деньги, нет. 5 тысяч, это на нее уйдет сама по себе куколка с двумя комплектами одежды. Как минимум, я оценю ее в 3 тысячи рублей. Ну, 3 там с чем-то, да. Потому что все-таки мой труд тоже должен как-то оплачиваться. И мое время. Вот. И оставшаяся сумма, я считаю, это будут расходы мне по отправке на по почте. Потому что, если кто-то будет на Дальнем Востоке покупать этот билетик, да, или где-то там очень далеко, там очень большие почтовые расходы. Очень большие. Я сама работала на почте, я знаю, что это такое. И сколько это стоит. Поэтому в этой куколке 5 тысяч рублей, это я не обогащаюсь, дорогие мои друзья. Я не обогащаюсь. Я просто пытаюсь немножко компенсировать затраты по этой куколке. И компенсировать почтовые расходы. Все. И что же вы думаете? Куколка красивая. Кинула клич. Во всех в соцсетях. Ну, какие во всех. У меня только Одноклассники, Контакт, Ютуб и Ватсап. Все. Я больше нигде в соцсетях не бываю. Ну, да, еще бываю в Дзене, но это уже целый год я там не была. Вот. И вот я кинула клич, все мне пишут. Класс, 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 класс. А купили только. Даже 10 человек нет, кто купил у меня билетики. Соответственно, я подвожу тех людей, которые уже купили у меня билетики. И меня подводят, подводите вы, мои друзья, которые не покупаете эти билетики. Я не знаю. Конечно, глупо. Глупо сейчас спрашивать, чтобы вы купили у меня билетики. Потому что я сама вам преподнесла на блюдечке с голубой каемочкой мастер-класс бесплатный. И каждый может связать такую куколку. Поэтому, не знаю, я не бизнесмен. У меня вот такой был тактический ход. Я думала, что все-таки кто-то все-таки решится и выкупит у меня вот эти билетики. Соответственно, я компенсирую свои расходы по ней. И кого-то все-таки, пусть будет один человек, но он будет обрадоваться тому, что он получит эту куколку-розочку с двумя комплектами одежды. Кроме этого, я еще решила, чтобы других не обделить, я решила, сделаю. Это будет первое место призовое куколка-розочка. Второе место будет мастер-класс по Дедушке Морозу. Достойный мастер-класс, потому что там очень много частей по Дедушке Морозу. Там все в подробнейшем образе описано, вернее, показано, рассказано. Мне кажется, в прошлом году вязали их очень много. Мои подписчики, огромный вам привет! Привет! Вы молодцы! Игрушки достойные получились, носили свои какие-то нотки. То есть каждый Дед Мороз не похож друг на друга. То есть у каждого индивидуальный. И я очень рада, что эти Дед Морозы встречали Новый год под вашей елочкой. Прям вот рада, вот правда. Спасибо моим подписчикам, те, которые меня тогда поддерживали. Они вязали со мной, можно сказать, вслепую. Я создавала Дед Мороза, вязала, допустим, ножки. Ага, устраивает меня. 150 раз вязала, перевязывала. Потом меня устраивает. На YouTube я записываю и рассылаю уже своим подписчикам. Те, которые проплатили там, ну, баснословную сумму. То есть тоже была какая-то поддержка. Здесь же у меня никакой поддержки не оказалось. Вот, понимаете. И я сейчас еще немножечко подожду. Если билетики не будут раскупаться, я тогда верну деньги тем, кто уже мне прислал. Вот. И аннулирую вот этот розыгрыш. И разыгрывать я куклу не буду. Поэтому сейчас все зависит от вас, мои дорогие. Если вы раскупите мои билетики по куколке-розочке, значит, розыгрыш состоится. Значит, моя куколка кого-то порадует из вас. И мастер-классы мои. Кстати, это второе место Дед Мороз. А третье, еще третье место. Я решила сделать ангела. Но, вы знаете, если все хорошо пойдет, то я разыграю все свои мастер-классы. То есть и Деда Мороза. Разыграю и ангела. И четвертое будет место, возможно, фигуристка. Вот. И пятое место, возможно, сейчас создаю снегурочку. Но пока еще я не просто делаю как бы пробный вариант. Вот. Но потом буду создавать. И то есть уже в процессе могу кому-то тоже осчастливить и бесплатно подарить этот мастер-класс. Вот. Поэтому я не знаю. Я к вам с душой. Я с вам с добротой. Я не в качестве средства наживы. А в качестве хотя бы компенсировать немного те затраты, которые я понесла в связи со своим рукоделием. Да. Вот. Дело в том, что я не попала под монетизацию. У меня вот сейчас 10 тысяч подписчиков. Уже 10 тысяч. Огромное количество. И никто не хочет покупать у меня мастер-класс. Вернее, не мастер-класс, а билетики. Мне вот это прям вот обидно. Сколько я шла для того, чтобы у меня были вот эти 10 тысяч подписчиков. Сколько времени я потратила для Ютуба. Сколько сил. Все для вас. Все делала вам. И мастер-классы. Ну, вы посмотрите, какие у меня достойные мастер-классы есть. Которые бесплатные абсолютно. Ведь это тоже труд. Это тоже труд. Вот. Поэтому я посчитала так. Под монетизацию я не попала. Потому что в связи с событиями последними, да, Ютуб заблокировал вот эти вот монетизацию у нас в России, да, для нас. Я заработать на этом не могу. Вот. Поэтому только вот единственное трудом и потом заработанное. Мастер-класс или там розыгрыш или еще как-то. Только тут я могу немножечко как-то компенсировать свои расходы. Вот даже сейчас, приобретая вот эти вот билетики, да, вот, я просчитала, что мне на Снегурочку нужна пряжа. Пряжа, аксессуары какие-то, там еще что-то. Как раз вот в эту сумму. Пряжа сейчас очень дорогая. Подскочил доллар, вот, и все подскочило вместе с ним в геометрической прогрессии. Просто, вот. У меня нет возможности покупать в магазинах в три дорога эту пряжу. Вот. Поэтому мне нужна компенсация. Я делаю розыгрыш для того, чтобы получить хоть какую-то материальную поддержку для приобретения материалов для Снегурочки. Сейчас я вяжу пробный вариант, да, я беру то, что у меня дома есть. То есть, может быть, это не того цвета, не того качества, может быть, пряжа, да. Я просто сейчас создаю и вижу свою фактуру, что по Снегурочке должно было быть. Вот. А потом, вот, хотела сделать розыгрыш, вот, получить какую-то материальную поддержку и приобрести уже непосредственно для Снегурочки хорошую, качественную пряжу для того, чтобы уже создать оригинал этой Снегурочки. Вот. Создать потом уже мастер-класс по этой Снегурочке. Вот. Вот таким вот образом. А не то, что я там обогатиться. Нет. Обогащения никакого нет. У меня куча кредитов, как у каждого, наверное, российского гражданина. Для того, чтобы жить, нужно иметь финансы, берешь их в кредит. Вся пенсия уходит на кредит. Мне приходится подрабатывать. Правда, я подрабатываю, у меня получается полмесяца я подрабатываю для того, чтобы жить. А для того, чтобы творчеством заниматься, я думала, что мне поможет мой Ютуб. Но Ютуб сейчас мне помочь не может. Поэтому я уже обращаюсь к вам немножечко. Подумайте о том, что если вы хотите, если вы хотите, чтобы мой канал существовал, если вы хотите, что, вы считаете, если вы считаете, что мои игрушечки достойные, вот, поддержите меня, пожалуйста. Я не говорю, я не собираю денег там с протянутой рукой. Нет. Я даю конкретно свой товар, да, будем говорить, грубо говоря, товар. Товар в виде моей работы, моего времени, моих материалов и моего созданного мастер-класса или игрушки. Всё. Поэтому поддержите меня, пожалуйста. Вот. Что ещё хочу сказать? Что ещё хочу сказать? Я хочу сказать, что у меня открыт канал на Дзене. Вчера я туда не заходила год. Подписчиков там у меня всего 400 человек. Но эти 400 человек за год, видимо, там как-то заходят ко мне, смотрят мои ролики, мастер-классы. Всё там тоже я выкладывала. Вот. И накопилось у меня там 477 рублей за год. И я вчера просто зашла и попробовала вывести эти деньги. Как говорю, они работают, не работают? И я вчера нажала только одним нажатием кнопочки «Вывести деньги». Эти 477 рублей прилетели мне на карту. И я подумала, говорю, вот, пожалуйста, вот YouTube, вот Дзен. Выбирай, Верочка, что тебе лучше. И я, наверное, буду в первую очередь уже сейчас усиливаться там, на Дзене. Уже посмотрела все блогеры, на которых я подписана, все в Дзене. Они уже давно там зарабатывают. А я топчусь здесь, в YouTube, и ничего не получаю ни от подписчиков, ни от YouTube, ничего. Поэтому я буду развивать свой Дзен. В Дзене буду выкладывать, в первую очередь, я буду выкладывать туда ролики свои по мастер-классам, по всем делам. Буду выкладывать в Дзен. Ну, а потом уже посмотрю, может быть, буду выкладывать в YouTube. Поэтому, поэтому вы меня уж извините. Вот такой вот у меня ролик сегодня получился, потому что крик моей души. Я уже и вчера, и позавчера думала об этом. Простите. Я просто думала об этом. Я не могу тоже, как бложка, переходить из одного канала в другой. Я привыкла здесь, на YouTube. Здесь для меня как дом родной. Здесь проще общение. Здесь проще работать с каналом. Дзен – это новая площадка, и мне она, можно сказать, практически неизвестна. Это то есть, получается, что 4 года я напрасно потратила здесь, на YouTube. И теперь мне начинать нужно всё сначала. Простите. Простите меня за мою слабость. Я очень эмоциональна, и я вообще очень душе хранима. Поэтому, может быть, вот так вот изрядно, чересчур эмоционально. Поэтому, простите, я не хотела никого нагружать, вот эти вот эмоции свои. Что, в общем, я хотела сказать? Я хотела сказать, если вы меня будете поддерживать на YouTube, я буду продолжать свою деятельность. Если нет, то самые желающие, кто хочет меня видеть, подписывайтесь, пожалуйста, ко мне на канал ВДзен. Там я буду выкладывать свои ролики. Вот, также буду вести свою деятельность. Возможно, буду тоже влоги всякие тоже выкладывать, общаться. Не знаю, попробую там. Отвлеклась немножечко. Я ещё и на работе работаю, поэтому вот такое вот у меня видео сегодня сумбурное получилось. Так вот, кто желает меня поддержать в цене, пожалуйста, переходите. Надеюсь, из десяти тысяч найдутся люди, которые действительно меня ценят, которые не хотят меня потерять, которые хотят быть со мной вместе. Ну, а я, соответственно, конечно же, ценю вашу дружбу, ценю вашу безмерную такое вот внимание к моей персоне. Вот, и огромное вам спасибо. Есть люди, которые общаются со мной до сих пор и в WhatsApp, и огромное вам спасибо. Вот, не поминайте лихо, так сказать. Вот, надеюсь, что всё-таки у нас с вами будет контакт. И, может быть, даже на YouTube. Может быть, всё это... Самое главное сейчас, в первую очередь, мне нужно реализовать билетики по розыгрышу куколки-розочки. Кто всё-таки проявит сознательность, и кто-то всё-таки решится, да, на такой... На такой исход, да, что будет розыгрыш, что... Пожалуйста, свяжитесь со мной в WhatsApp, ВКонтакте и в Одноклассниках. Вот, я буду очень рада и признательна вам. Вот. И надеюсь, что мы не потеряемся друг у друга и будем продолжать с вами сотрудничать. Всего вам хорошего. Нет, кстати, сейчас всё-таки я вам покажу свою розочку более подробно. Я не знаю, почему вы её проигнорировали и не хотите её приобрести. Сейчас я вам её покажу. Итак, я показываю её пока голенькой. Вот такая вот розочка, которая разыгрывается у меня на моём канале. Вот такая вот куколка. Рост у неё я не померила. Сейчас я схожу. Ну, 38 сантиметров где-то. 38 сантиметров. Вот такая вот она, большая куколка довольно-таки. Очень милашечка. Волосы, парик густой, густые волосики. Вьющиеся. Сделанные из двух видов пряжи. Вот. Эффект милирования. И сейчас я покажу наряды на неё. И, соответственно, потом я её, конечно, наряжу. Ну, в первую очередь, вот такое вот красивое платье нарядное. Сзади завязочка, застёжечка. Рожечка и завязочка. Вот такие вот фонарики, рукавчики. Обвязочка. Красивый декор на платье. Вот такие розочки. Очень такие объёмные, хорошенькие. Смотрится очень красиво. Сейчас я надену её. Далее у меня вот такая вот повязочка. На голову. Для куколки. Так, и вот такие вот туфельки. Такие вот симпатичные с розочками туфельки. Сейчас я её наряжу и вам покажу. Ну, вот такой вот нарядный образ собрался. Вот туфельки, платьица, повязочка. Сзади завязочка на платье. Ленточкой. Вот такая вот красота. Ну, вот разве не милота? Посмотрите. И сейчас я покажу вам ещё один комплект одежды. Совершенно будет другой образ куколки. Ну, первое я покажу. Вот такая вот кофточка. Сейчас я её застегну, чтобы... Её можно одевать сверху комбинезончика. Можно одевать вниз комбинезон. Вот такая вот кофточка. Вот такой комбинезон. Тоже всё на розочках. С такими вот кармашками. Здесь вот даже прошила я, чтобы показать якобы отстрочка. Здесь задекорированы кнопочки. Вот такие, как будто как кнопочки-полубусинки. Вот вид сзади. Такие вот сзади кармашки. Тоже прошитые. Здесь вот так вот я застёгиваю вот таким вот образом. Вот такой комбинезон. Очень классный. Вот такая обувь. Под спортивную обувь. Вот такие вот ботиночки. И вот такая вот кепочка. С розочками. Сейчас я её переодену в этот наряд и покажу, что получится. И вот другой образ. Такой более спортивный. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот куколка. Итак, я ещё раз говорю, что вот эта куколка-розочка разыгрывается в моём розыгрыше. Значит, с двумя комплектами одежды. Это будет первый призовой приз. Вот это в розыгрыше. Значит, второй будет приз. Это Дед Мороз. Мастер-класс по Деду Морозу. Я вам покажу фотографии второго места Деда Мороза. Какой Дед Мороз получится. Он получится большой под ёлку. И третье такое место призовое. Третье место это по Ангелу. Фотографии я тоже вам покажу. Вот такой вот будет розыгрыш. То есть будет не один победитель, а будет несколько. Поэтому поактивнее участвуйте. Поддержите не только меня, но и мой канал на Ютубе. Чтобы всё-таки он не пропал. Чтобы мои старания тоже не прошли даром. Чтобы я могла и вас радовать, и вы меня поддерживать. Поэтому, значит, ещё по условиям розыгрыша приобретаете три билетика. Билетик стоит 100 рублей. Всего 100 рублей. То есть за 100 рублей можно приобрести вот эту куколку. Если вы везучий. Если вам повезёт. Или бы мастер-класс мой. 100 рублей стоит билетик. Если вы покупаете три билетика. Четвёртый билетик я даю вам сама. Свыше 50, которые у меня идут номера. Я вам его даю. Они тоже будут разыгрываться потом. Если будет призовой, так сказать, дополнительный бонусный номер. Он тоже будет разыгрываться. Так что условия просты. Поэтому разыгрываем и остаёмся. Либо я перехожу на дзен. И вас также прошу, кто ценит мой труд. Кто не безразличен к моему творчеству. Переходите ко мне в дзен. Ссылочку на дзен я вам тоже скину. Потому что я там тоже буду всё-таки развивать на там канал. Потому что, сами понимаете, в наше время без финансовой поддержки просто прожить очень-очень тяжело. Итак, до новых встреч. Простите за мою эмоциональность. Я думаю, что вы меня просто понимаете. Чисто по-человечески. Всего вам хорошего. Мира, всем добра, здоровья вам и вашим близким. С вами была я, ваша Верочка Татаринова. На своём канале о рукоделии. Всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...